Привет, с вами снова Ян Цафф, и я в этом сезоне почти обнул 5300, но у меня это не получится, потому что там одни перекачаны, и не получается их выиграть. Вот, 5285, это мой рекорд. Вот моя колода. Я, знаете, что сделал? Я купил за 449 здесь ключи и эпики, две леги, и поэтому я смог запер и обнуть на 11. Гоблинскую бочку сделать на максимальный уровень, 13 он теперь, потом сделаю банду гоблинов на 13, палача на 12, потом зап на 12. И потом только мушкетёры уже на 13, это если уже в пассе будет всё новое хорошее, да? Вот, 4 дня осталось и 3 часа, всё-таки много-много. И всё-таки почему-то это будет понедельник, не воскресенье, вот было бы спокойно это воскресенье. Есть ещё на том аккаунте, где 12 газет, там один чувак есть. Ну здесь ещё у меня ничего такого нет. Один чувак есть, короче, у него обычно типа было сколько? 6 тысяч с чем-то кубков. Сейчас смотрел я вчера, 6800 апнул. Я такой, что? Он играл, знаете, с какой колодой? Там была адской бонча, пламенный шар и вот такая, короче, колода, валька. Всё у него на фулл. И 5000 миров, а было 6000 какой-то. Ну как так, короче, один стелл у меня всё равно будет. Жалко, но зато потом у меня будет прокачанная колода. Потом я грыссерина на 12-й надо. Если будут такие книги, да. Всё-таки эти книги же они должны быть. Вот, смотрите, редкая книга. Но она здесь стоит дорого, но скорее всего она будет в Пасроэль. И эта редкая мне улучшит, зато мускитера на 13-й. Ну просто надо здесь голоду копить. Золото. Ну вот, как-то так всё-таки бомберы. Они дели, так скажем. Бомбёжка тоже, как я и говорил. Взрыв после себя оставляет вообще слабый. И гигантский скелет тоже. Много персонажей остаётся в живых после него. Элитные варвары тоже сильно начали бить. Вот это все заметили. Я тоже заметил. Вот, кстати, орда минионов. Её ничего не улучшали, ничего не делали. Но она очень хорошая. Очень много людей с ней играет. Но и побеждают, да. Охотник тоже не сразу пыляет. Ну всё, что вы здесь знаете. Ведьма тоже сразу начала сейчас стрелять. И генераторы. Ну короче, как-то так уж. 5300, скорее всего, я в следующем сезоне. В этом сезоне никак не получается. Там 13-й, 12-й я суперселл писал. Там говорят, типа, там не зависит от вышек. Ну не от вышек, а там не зависит от левела карт. Или так, да, там подобное. Там, да, могут попасть на 2 уровня выше. Это пока что нечестно. Но, типа, потом, если вы будете играть. И потом, на минуте только. Начнёте атаку. И будете обронять свою вышку. То вы не заметите даже баланс. Как будто вы его даже не увидите. То, что там левелы какие-то. Ну как, когда там одна 13-я карта, дефать надо очень долго. И там их штук 3 выпускают, наверное. И никак не задефаешь. Иногда 13-ых у меня получалось выигрывать, если честно. Тут уже... Я не знаю, что тут. Тут люди там. Некоторые вообще сильные были. Некоторые... Я не знаю, что. Что тут? Я что-то не заметил. Ну, короче, здесь... В чём прикол-то, на 200 все и остались. 21 даже. У меня 21 было. А тут вообще, смотрите, где целый мне попался. Ниже 5000 лет. Смотрите, сколько поражений. Так, ну здесь... В чём прикол-то был? Здесь и 13-го я выиграл было. И 12-ых я выиграл. Которые сейчас на 5-300 сидят. Просто у меня есть скриншоты, вроде. Вот где-то здесь они. Здесь просто их искать надо. Искать надо их просто. Вот 12-ый. Победа, да, вроде? 12-го. Буйные 2. Это вообще, смотри, что это. А, это же. Да. Эликсир. Так, вот он. Чё ещё? Вот. Вот его выиграли. Да, это круто было. И потом... Десятый. Десятый. Вот иногда попадается вот этот круто. Но всё здесь нету почему-то. Как так, ребят? Шестичник, когда, походу, не обним. Здесь слишком трудно это всё делать. Когда ты здесь, это уже... Я не знаю, что это уже... Как будто ты мировой чемпион, реально. А, ну, ребят, всем пока. Что нового будет, то я расскажу. Скорее всего, следующее видео будет... По Пасраэлю. Покажу, что здесь есть. Всё. Всем удачи. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok